ну шо мои хорошие что-то сидел-сидел я потихой грусти и решил думаю надо довести до ума свою леночку просто сейчас хотел там по ламповым усилителям повозиться но что-то застопорилось детали и ждут что все долго ну короче что-то думаю пока детали жду надо доделать же ленку что стоит все готово в принципе все детали это были ну не помню показал сделать такой шикарный плинтик чем мы тут так все начать в чем было вообще весь цимис вообще ленка проигрыватель шикарнейший просто шикарнейший за свою цену хотя сейчас цена конечно я что посмотрел на авито раньше их там была целая куча сейчас что-то вогнал там я не знаю там штук пять их стоит тысяч за 35 плюс я эту когда-то вообще за 14 купил там еще с этим же с магнитофоном было вот магнитофон я выкинул а вот сам проигрыватель оставил ну шикарный проигрывать просто шикарно но единственное что минус это его родной тонарм за кто-то там чё не пишет кто там чё не говорит не знаю мне он не нравится я что-то хотел сказать что он короткий но чё-то смотрю ну и нравится тут это вот хоть шел мне его не ну короче мне не нравится нравится вот все как вот эти там еще эти в блоки я даже покупал эти резиночки не знаю мне это все не нравится блять вот это вот все мне блять не нравится не нравится я смотрю по длине то он может примерно такой же хотя мне казалось короче потому что тут я дырку-то отодвигал по-моему почти на сантиметр чтобы поставить вот этот грейс даже не помню какой не помню короче ну грейс я тут эту дырку где-то ну почти на сантиметр должен сдвигать поэтому такую шайбочку здесь по красоте сделал блять короче немножко то все по-другому должно быть мы сейчас все расскажу было быть в общем короче не пора смеет такая байда не думаю что поставить чем проблема была я когда тут все по красоте все сделал поставил этот тонар блять самое главное это забыл высоту то этот тонар был выше до чем понадобится и короче на его надо опускать а чё делать но я чуть пригрустил что делать что делать а тут такая площадка была вот у меня тут коробочка с нормами вот эта хуйня вот такая же у него к нему площадочка была то тут микролифт и бам 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 антискейтинг вот такой вот и короче она мешала я ее снял что-то мне тут пришла мысль нафиг и снять и тогда он садится но самая главная проблема была как сделать антискейтинг микролифт кстати родной можно вставить тут вот я сделал такую супер изящную вещицу такой вот антискейтинг вот такую вот абсолютно шикарную штуку я сделал вот такой вот антискейтинг я сделал долго я чет короче долго думал бля как приделать как-то тут придумать думал может как-то завести чтоб вниз ну короче думал стоп а если сделать вот так вот так провести его через две сделал или знаете на мое удивление все получилось все работает отлично я вам даже сейчас могу продемонстрировать ну к этому чуть позже родной микролифт но я его не поставил потому что эта хрень тут немножко мешает надо ее там немножко обточить ну вообще как-то все это будет по красоте конечно сделать а так то он становится сюда без проблем вообще чуть-чуть там мешает но единственное что видите он короткий короткий и он в самом конце падает то есть его как-то надо удлинять по идее тоже чуть колхозить ну честно говоря микролифт это для слабаков на настоящий мужики блять все пальцами делают вот проблему с в общем тут две проблемы было до этого длина я увеличил и высота теперь стал теперь все по красоте сейчас вам покажу как работает антискейтинг нашел ваш антики тут какая-то подставочка она скользкая такая вообще отлично отлично вот смотрим вот я короче антискейтинг отключаю видите да теперь я антискейтинг включаю все же отлично я честно говоря сам не ожидал но все работает все прекрасно работает система просто вот ну я считаю это инженерия на грани просто просто вот на лезвие человеческой цивилизации диск для проверки антискейтинга ашан 200 рублей или даже меньше вот ну и короче все значит я поставил тонару все работает по высоте стоит хорошо отлично станар мы разобрались ну тут же надо еще что-нибудь как всегда мой фирменный кожаный макик самодельный за 300 рублей я еще прикупил тут прикупил вот такой вот шикарный ролик вот такая вот красота ну как слышите в этом проигрывателе ну урок это не этот слова совсем я даже вот этим стетоскопом проверял там ну слышно вот эту работу даже валов слышно просто хотя честно я вам честно скажу я честно скажу думаю этот ролик того не стоит если ваш родной ролик исправен если ваш родной ролик исправен ровный не бьет то я думаю тут вообще нечего менять тоже мне кажется вот это вот резиночка она лучше сцеплениями чем этот мне кажется лучше я даже знать я я поначалу когда только вот купил поставил блин я сразу я уже хотел хуями крыть думающая вам все расскажу он во первых во первых что-то мне показал сначала вообще очень скользкий очень скользкий потому что что-то как-то я его буквально чуть-чуть палец просто клал даже без усилия и он прям останавливался и он немножко он сейчас вот когда диск кладешь он как-то немножко вот жует по нему слышно этот звук резиновый как вот трение резина об диск чуть-чуть есть вот этот вообще бесшумно работал вот еще надо но мне кажется немножко притёрся потому что диск то снизу шершавый вот диск вот шершавый мне кажется об него немножко притёрся потому что тут тут прям чувствуется намного он стал такой более шершавый уж поначалу даже диск как-то плохо раскручивался но он немножко поработал чуть как-то лучше стало я вам честно скажу вот сейчас снимать проверять впаду ну в принципе нормально я так проверял ну нормально вот ну как я поговорю что родной ролик в принципе достаточно такой толстенький ну как не очень толстенький насколько тут толщина в нем конечно так не замеришь но мне кажется больше миллиметри к может быть даже два ну не два но такое чуть короче ближе к двум но нормально то есть вполне свою работу я думаю он делает на ура и вот это вся баловство это баловство так что это все так просто мне что-то просто резала резала карман 3000 рублей можно было купить пластиночку ну вся такая красота конечно блин проигрыватель надежнейший простой насколько он тихий игр урок это нет совсем игру от этим стетоскопом проверяешь ставишь ничего там не слышно это вообще все ерунда тут даже когда он пытаешься мне кажется в москве смысла нет слушать вот эти урок это потому что с улицы в шум больше чем я кого-то когда пытаюсь услышать я просто слышу шум улицы громче чем тут весь этот рок от этом проиграть к дочь проигрыватель шикарный раньше был дешевый сейчас не знаю ну или сейчас я думаю за свои деньги отлично надежно не убиваемый в движок вообще тихий короче шикарно так сейчас прикреплю видео как я замерял так почему же я забыл сказать в чем же я почему я его хотел доделать еще потому что когда я и замерял свой вот этот самодельный проигрыватель дан пасековый да пасековой то как-то у него плавала скорость я не мог понять думаю это что-то пластинка не так или проигрыватель не так и потому что я думаю ну почему она плавает скорость на слух то так не слышу я вроде слушаю она не слышно но пластинка вроде измерительная показы да что как-то скорость плавает это тоже немножко плавать ну там мне кажется такие в режимах погрешности сейчас там все вам прикреплю так ну вот выход напрямую станарма сейчас будем смотреть сейчас включу сейчас пойдет один килогерц вот один килогерц никакого рокота чистота достаточно стабильная как я считаю я считаю это прекрасно мы сейчас посмотрим свип тон от одного килогерца и дальше это я уже подключил через фонокорректор чтоб погромче было следующая 500 потом 250 потом 125 у меня такое чувство что это на пластинке вот так вот как-то кривовато записано скорость вот так вот Теперь давайте посмотрим Что у нас показывает Вот этот мой другой проигрыватель Вот этот вот монстрик Вот такие показатели Вот сейчас посмотрим на свиптон Не знаю честно говоря Как пока их интерпретировать Но понятно что скорость немного отстает От нужного Но почему она так прыгает больше Может быть конечно это из-за того что пасек хреновый Может быть это вообще для пасеков нормально В принципе там Он прыгает на одном килогерце Да на 5 Ну да на 5 герц То есть в принципе это меньше процента Ну хер его знает Ну как то вот так вот Вот Ну когда померил их двоих Все таки поровнее работает Тут почему то плавает больше чистота Вот почему это вопрос Я даже не знаю Пасеки Ну буду пробовать пасеки менять Хотя не знаю Может быть пасековые все так Чистота подплавает Хотя наверное Короче хер знает В общем буду проводить опыты Так что блять Что же я вам еще хотел рассказать Что то и рассказать то И блять Ну вот смотрите Какую красоту я сделал Вообще вы посмотрите Просто Просто смотрите Я вообще У меня очень Несколько есть Прикольных идей Из чего можно сделать Клэмп Это изолятор Да Высоковольтный изолятор Вообще красота Блять Шестьдесят пятый год Вот у меня их два Вообще Шестьдесят девятый год Какой то блять Член тут нарисован Вот Такой вот Этот я не заливал Сюда я залил Эпоксидку Вот Ну что то немножко С первого раза не получилось Я честно говоря удивлен Я изначально залил Эпоксидку сюда Не знаю Может быть Слишком много Ну хотя я всю упаковку Все что там Ну короче Короче не знаю Может что то немного Неправильно приготовил Залил эпоксидку В итоге она высохла Она очень сильно усадку дала Блять Почти по Больше По два миллиметра С каждой стороны Вот эта вот внутренняя Вот эта вот фигня Заливка Да вот эта пломб Пломбочка Она в итоге Скукожилась И вывалилась оттуда Блять Я вообще такого не ожидал Ну тут такое гладкое стекло Наверное к стеклу Короче Ну в общем Пришлось второй раз Заливать Залить туда Его впихнуть Там лишнее все вылезло Короче геморроился я Вот так все некрасиво получилось И она вот так засохла Который второй слой Некрасиво конечно получилось Тут первый слой Так хорошо лег Растегся А второй там Пузырей по-моему Ну короче Не так уже получилось Я еще туда монеток Накидал Для тяжест Тут килограмм Килограммчик он получился Больше не хотел Так сам по-моему Он весил Весил по-моему А сама штучка Вот это Грамм 600 Весил сам изолятор И я туда монеток Немного накидал Для утяжеления Ну и вот такая вот Офигенная штука Получилось Я считаю Это прекрасно Ну и еще по рофлу Чисто по рофлу Некуда было вылить Остаток эпоксидки Такой сделал В баночку Прикольный В общем все как я люблю Вот этот еще можно Залить Но тоже Ну вы посмотрите Какая-то красота Туда тоже Накидать каких-нибудь Метизов Залить Вообще Пушка Бомба Годното будет Конечно Не такой Конечно Как вот этот мой Абсолютно Прекрасный А Вы посмотрите На эту красоту Не знаю Мне кажется Он тяжелый Почти 2 килограмма Такой прям Ух блять Так что Ну так что Вот так вот Опорный подшипник Этот килограмм Выдержит Вообще Без проблем Абсолютно Без проблем Не знаю С пылищей Конечно Проблема Я живу На самом этаже В не самом Таком Загруженном районе В Москве Блять Пылища Просто садится Вот моментально Это вообще Просто Какая-то беда Я не знаю Вот пыль Вытираешь На мебели Блять Через 2-3 дня Уже такой Слой Уверенный Через неделю Уже блять Рисовать Можно Это нереально Вообще Пластинку Вот только Почистишь Только Почистишь Смотришь А она прям На глазах Блять Все садится Не знаю Мне казалось Тем более У меня окна Во двор Как-то пыли Должны быть Поменьше Но с пылью Беда С пылью Беда Должны быть Блин У меня много прикольных пластиночек Но сейчас Ютуб Стал На все Подряд Ругаться Поэтому Блин Даже Вот так И не знаю Что поставить Водой Смачиваю Щеточку Статика Пипец Да и пыль Лучше Снимает Такая вот пластиночка Блять Пишет 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 Надеюсь На это Ругаться Не будет Раз Два Три Пишет На рассвете Заглянул Соседи Сад Там С мугляком В Алтавах Засабирает Пиноград Я Краснею Я Влетень Зато Делать И Сказать Станем Над Лип Пою Зор День И Антавох Субтитры Пишет ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну все, мои хорошие, вроде все рассказал, все, что хотел. Показал вам, конечно, вот такую вот красоту. Так что не болейте, до скорых, как говорится, встреч. ПЕСНЯ ПЕСНЯ